Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, друзья. Андрей, итак, перед брюссельской встречей без участия Алиева Баку меняет риторику, пытаясь найти поводы для эскалации. Вчера, например, ночью прозвучали выстрелы со стороны азербайджанских позиций. Скажи, Андрей, почему именно эта встреча стала причиной напряженности между Ереваном и Баку, кстати, между Ереваном и Москвой? Ну, насчет обстрелов, насколько я понимаю, Азербайджан обвиняет Армению в обстрелах. Это, к сожалению, постоянная ситуация на границе и откровенно... Для этого есть уже наблюдатели. Мы сейчас попозже об этом тоже поговорим. Ну, возможно, да. Просто, с одной стороны, обычно непонятно, кто начинает, поскольку накопилось за десятилетия достаточное количество негативной энергии. С другой стороны, объективно, конечно, Армении сейчас совсем не с руки начинать какие-либо первыми обстрелы или провокации. Касательно претензий, ну, просто это один из многих, не первый, не последний, но достаточно важный символичный шаг по изменению вектора развития Армении. И изменению, можно сказать, и по-халиному. Это, конечно, не завтра произойдет и не во время встречи, но в целом, да, Армения и господин Пашинян конкретно разворачиваются в сторону Запада и пытаются налаживать все более серьезные отношения, наверное, потому что просто видят, что Запад как союзник в военном плане, Запад как партнер в плане экономическом, технологическом, культурном, более интересен сейчас, чем Россия. Ну, достаточно просто сравнить поддержку Украины со стороны Запада, которая, кстати, не была связана никакими союзными обязательствами, в целом, в основном, голословными гарантиями такими словесными. И ситуацию с Россией, которая, наоборот, как мы уже говорили, целых два союзных договора в рамках ОБКБ, межгосударственные и результаты мои. И вы прежде всего видите, но еще раз повторюсь, и с этим связан негатив и по отношению к России, которая, как к России кажется, теряет сателлита, вассала, давайте говорить откровенно, и Азербайджану не выгодно появлению новых игроков в регионе, поскольку сейчас он себя чувствует региональным гегемоном, и появление каких-либо новых сил, новых игроков, как минимум, ну, не ставит под вопрос, но сковывает руки и чуть меняет ту реальность, которая появилась после 20-го и после 23-го годов. Ну, еще раз говорю, не стоит в Армении, не стоит обольщаться, еще будет очень много сказано, и стоит четко понимать, что все встречи, которые сейчас происходят, они будут реализовываться в плане каких-либо уже серьезных программ, действий только через годы, и есть еще один важный сдерживающий фактор, это Грузия. Как мы тоже говорили, через Иран, конечно, никакая помощь поставляться не будет, Азербайджан и Турция, вы сами понимаете, а грузинская граница, если грузинское правительство разрешает, а мы помним случаи, когда не разрешало поставки поставляться, а главное военной и экономической поддержки, это стабильность и гарантии, а если на Грузию давят с трех сторон Азербайджан, Турция и Россия, и Грузия отказывается и говорит, что мы нейтральная страна, то тогда все западные... Как в 2020 году. Да, 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 то тогда все западные гарантии идут в мусорное ведро, то есть обольщаться не стоит, это шаг, один из многих еще будут, но если поменяется власть в Грузии, я завершаю. Да, да, это правильный подход, Андрей, я понимаю вас, да. Но смотрите, что интересно, прозвучали в эти дни очень заметные заявления, я сейчас прочту некоторые из них, например, прозвучало объяснение Госдепа США, что эта встреча не посвящена гарантиям безопасности Армении, тогда в чем дело? Ну они правильно... Чего и опасаются Баку и Москва, скажем прямо, да? Они правильно подчеркнули, просто потому что по причинам, которые я и перечислил, гарантии безопасности ответственной дать нельзя, просто потому что в ряде обстоятельств их невозможно будет выполнить. А адекватный человек не дает гарантии, которые не может выполнять. Это возвращается опять к нашим многим разговорам, когда я говорил, что после 2008 года, когда Россия потеряла возможность перебрасывать по дружественной Грузии войска в Армению в случае кризиса, она должна была честно сказать, что мы не можем, к сожалению, вас теперь в случае кризиса поддерживать. И тогда бы, может быть, и мирные переговоры пошли раньше, и с лучшей для Еревана позиции, и, может быть, избежали бы две войны. Штаты не хотят повторения этой ситуации. Штаты не хотят, чтобы их считали предателями. И правильно сказали в этом случае. А что говорить еще раз, это долгий диалог, это долгие процессы. Там наверняка завязаны и некоторые шаги в интеграционном плане. И, возможно, какая-то помощь, ну, с несколько сотен миллионов долларов, скажем, не сказать символичное, но и не сказать, что существенное все-таки. Какие-то, возможно, поставки вооружений, обучение армянской армии. Насколько я понимаю, сейчас постепенно начинается переход, по крайней мере, частично от советско-российских стандартов к западным. То есть много, что говорится, но еще раз, это все, это очень долгие-долгие-долгие шаги. Европейские, восточноевропейские государства, которые находятся в географически гораздо лучшем положении, эти шаги совершают годами, а то и десятилетиями. Ну, путь в тысячу ли начинается с первого шага, как китайская пословица говорит. Сегодня очень свежее заявление опять. Армяно-азербайджанский мирный процесс не будет в центре внимания встречи Армении и США в Брюсселе. Это Госдеп, опять же, говорит. Насколько я понимаю, позиция Баку сейчас против какого-либо внешнего вмешательства. Просто потому, что любое вмешательство... Вот и четкое объяснение к этому. Ну, потому что одна из сторон не хочет этого. Причем сильнейшая сторона не хочет этого. Причем сторона сильнейшая, от которой зависит, будет этот процесс или нет. Возможно, даже, скорее всего, идут все равно какие-то закулисные игры и закулисное давление, прежде всего, со стороны Штатов, ну и Брюсселя, наверное, на Азербайджан с попытками получить максимально вменяемую азербайджанскую позицию. В данном случае договороспособную. Но официально Баку заявила, официально же Штаты подтверждают, что они готовы считаться с этой позиции. Ну, просто потому, что если они считаться, то никакого мирного процесса просто не будет и никаких. Есть ли они или нет, но все-таки как-то вроде бы движутся переговоры. Все это отменится тогда. Андрей, теперь к этой теме самое главное. В Армении есть четкое уже понимание, что Армения должна укрепить свой потенциал безопасности с помощью стратегии диверсификации. Ну, после такой войны каждый бы поступил так, нет? Разумно. Разумно, просто ресурсы... Тогда что нервирует этим кавказским игрокам, так скажем, для начала? Ну, прежде всего, любое сейчас данная ситуация, любое укрепление Армении подразумевает сокращение возможностей Азербайджана делать то, что Азербайджан хочет. А хочет он делать сейчас то, что в конкретный момент времени приходит в боку в голову, как мы видим. Идет давление сейчас по селам, и продолжается давление по коридору, и, возможно, дальше будет продолжаться. И вполне логично в данном случае Азербайджан, чувствуя себя сильным, пытается позицию силы сохранить. С другой стороны, да, Ереван, чувствуя себя слабым, но имеющим союзников, пытается этих союзников в регион ввести. А Азербайджан в этой же игре отказывает максимально этому противодействию. И в данном случае, еще раз, годы еще сохранятся, если в Азербайджане не случится какой-либо кризис, который может случиться, а может нет, лучше на это не рассчитывать. И лучше понимать действительно, что... Примерно такой, какой сейчас в Турции, скажем. Ну, в Турции, на самом деле, статус-кво сохранился. Другой вопрос, что партия власти заявляла, что она победит, и шла на победу отыграть прежде всего крупнейшие города, которые были под контролем оппозиции. И не отыграла, и немного потеряла, в принципе. Но сравнение с заявлениями и ее планами, это смотрится как поражение. Хотя, на самом деле, ситуация, которая была неделю назад, она так и сохраняется. Те же самые люди со стороны оппозиции управляют теми же самыми городами. А парламент и существенная часть администрации находят с местных, находятся все равно под контролем Эрдогана. Но кризис постепенно какой-то формируется, возможно. Ну, в данном случае, еще раз, да. Пашинян, господин, понимает, что да, сейчас оливка, олива не обойти. Поэтому пытается максимально быстро подписать документы с ним минимальной ценой. Другой вопрос, насколько ту цену, которую готов потребовать Алиева, хочет потребовать, можно назвать минимальной и продать армянскому народу. С другой стороны, понятно уже, что у Пашиняна всегда есть вопрос оппонентам. А что вы предлагаете? Какие ваши варианты действий? На что, как я понимаю, оппоненты в основном молчат? Или говорят, давайте вернем, позовем Москву, как есть группа такая. Ну, хорошо, Москва придет, а что дальше? А что дальше? Мы уже, вы уже видели, Москва была максимально широко. Тут ситуация на самом деле, ну, с другой стороны, ситуация сейчас, возможно, наихудшая за всю историю современной Армении, кроме первых лет вот этих независимости, когда блокада была еще. Ну, возможно, если документы подпишутся, будет лучше. Ну, мой совет, я понимаю, все это, ну, как идеальная была бы ситуация, да, подписание договоров, ну, и решение вопроса по границе с Азербайджаном, с Турцией. И, как бы это ни было неприятно, открытие этих границ и постепенное восстановление. При споре вокруг демаркации, которая сейчас происходит, подписание какого-либо договора вряд ли состоится. Ну, мы уже год обсуждаем этот процесс, какие-то вроде бы движения идут, и что-то идет, возможно, что-то, то же самое, внешнее воздействие Алиева заставит подписать. Может быть, нет. Но без этого, получается, нельзя. Тем более, если Армения теряет сейчас. А сейчас, на самом деле, обе стороны, как мне кажется, что Россия, что Армения провоцирует другую сторону на первые шаги по разрыву отношений. Чтобы не представить ситуацию там для своего народа, для мира, как оппонент противник виновен. Но, рано или поздно, все равно этот процесс произойдет, и тогда, да, Армении все равно потребуется. Невозможно быть завязанным только на Грузии и на Иране. Причем с риском, что в Иране что-то случится, когда Айтала будет меняться естественным путем. А Грузия в любой момент может еще раз под давлением Москвы быть закрыта. Получается, единственное окно в мир, вот это, да, попытка пробить блокаду на турецкой границе. Как бы, еще раз говорю, с точки зрения истории это не было негативно. Есть география. Был бы порт в Черном море, вообще разговоров бы не было. Да, да, где бы так. Андрей, вот еще интересное такое заявление появилось, да, в Армении пытаются расшифровать. Вот последнее заявление ОДКБ. Читаю. Зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит двусторонне регулируемая государственная граница между Арменией и ее соседями. Вот расшифруйте вы тоже, да? Ну, это было заявление советских властей России, такой же прекрасный. Границы Советского Союза там или России не заканчиваются нигде или где хотим, где и граничим. То есть, этим заявлением ОДКБ признает последнюю оккупацию азербайджанских войск? Это заявление обозначает просто максимально наглядно, кого и как хотим. Или похоже на угрозу, кстати. Еще раз, вот переделывайте советские анекдоты, кого хотим, того и будем защищать тогда, когда мы захотим. Я не помню там, чтобы в уставных документах были какие-то там насчет признания двустороннего границы демаркации сказаны слова. Ну, окей, предположим, но тогда на самом деле понятно, что это был единственный ответ, который все-таки Армения вымучила. И можно показать и народу, опять же, и миру, соответственно. И получается, что действительно, а турецко-армянская граница, а я не знаю на самом деле, формально там советская, турецкая была согласована или советская, иранская. Но сейчас страна-то другая, они тоже могут выставить вопросы, а мы не признаем, а поскольку демаркации практически нет, а демаркации не было. С Грузией только Армения прикрыла, но Грузия это единственная страна, с которой на самом деле военных проблем, надеюсь, не будет. По факту получается, что вот эта вот гарантия, как сказать, в кавычках, вот эта бумага, что с ней делать? На самом деле здесь ситуация веселее, потому что ВДКБ не только Армения состоит, и это, скажем, таджикско-афганская граница, но талибы просто не признают обязательств и решений предыдущих правительств, и получается она тоже под вопросом, формально с этой точки зрения будут защищать или нет. Или страны внутри Центральной Азии, у них очень много несогласованных участков демаркированных. Ну, то есть, получается, еще раз, это максимально цинично, так сказать, можем сказать, как кого мы захотим и когда, тому поможем. Если сможем, еще стоит добавить. Член ВДКБ, Беларусь, мы готовимся к войне. Я говорю это честно, это говорит Лукашенко, сегодня он сказал такое. Ну, Мальбрук в поход собрался. Лукашенко готовится уже много лет. Тут смысл в том, что когда от Лукашенко требуют каких-то реальных действий, которые ему не хочется совершать, он отвечает очень громкими словами. И на какое-то время от него, ну, грубо говоря, требуют золота, он звенит кошельком, как боприча на середине. Ну, не стоит обращать внимание на это, просто Лукашенко потребовал, по каким-то причинам собственному Лукашенко нужно было солидаризоваться с Кремлем и продемонстрировать, что он союзник. Счет за эти действия, конечно, будет приставлен в свой срок в Москву и потребует оплаты за это. Но какие-либо действительно существенные действия, Лукашенко крайне сомнительно, что будет предъявлять и делать. Хорошо. Андрей, и последнее. Скажите, что происходит вокруг теракта, вернее, трагедии Крокус-Сити-Холл? Меня интересует политический аспект, скажу прямо. Ну, трагедия. Трагедия, безусловная трагедия. Несколько негодяев, как видно по видео, мягко говоря, не очень хорошо подготовленных и экипированных негодяев, террористов. Да, смогли пройти, смогли сделать свое черное дело, я без шуток говорю, и смогли после этого уйти. А теперь в России, да, позиция России. В России все ищут след. Ислам, это украинские. Про то, что мы воевали с исламским государством и несколько раз его побеждали, забыли. И про то, что ячейки вскрывали, и нет уже никого. Все ищут украинский след. А то, что еще недобитые ячейки могут быть в России и могут реализовываться, и боевики-террористы уже признали свои, говорят о том, что это они сделали. Ну, у нас, поскольку начальство хочет видеть другое, у нас ищут другое. С вашей точки зрения, в контексте за Кавказье, конечно, должно интересовать будущее этого комплекса, принадлежащего, так скажем, представителям противника. Ну, возможно, придется за что-то заплатить, потому что очень много вопросов. Очень много вопросов. И когда я смотрел и видел пожар, уже неожиданно разгоревшийся, я уже сразу написал, и что, к сожалению, скорее всего, жертв будет больше от дыма, чем от пули. И мы это уже видели, когда горели другие торговые центры. И почему огромный центр так быстро горит. Вот сейчас уважаемые люди одни идут к другим уважаемым людям и договариваются с ними, условно говоря. Если договорятся, то, скажем, малой кровью решат все это. Если не договорятся, то тогда... Ну, мне почему-то кажется, что уважаемые люди всегда договорятся друг с другом, особенно когда они очень уважаемые. А то, что у нас каждый год и каждый раз, я заканчиваю мысль, и у вас, я, кстати, думаю, тоже, на самом деле, разговоры о пожарной сигнализации, о материалах, о пожарных выходах поднимаются и потом затухают, а потом снова это с пугающей периодичностью происходит. Вот так там же неуважаемые люди, там обычные люди страдают. К сожалению, это наша вечная, постсоветская. Это все сегодня. Спасибо, Андрей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»